Свидетелями блокады и круизов львовского мусора по Украине, которые сопровождаются все более громкими политическими обвинениями, стали министры иностранных дел сразу трех европейских стран. Великобритании, Польши и Германии. На этой неделе состоялись их визиты в Киев, причем все они впервые в Украине в ранге министров. Интересно, что Борис Джонсон, глава британской дипломатии, уже в ближайшие недели отправится в Москву, а немецкий министр провел переговоры с украинскими официальными листами буквально за несколько недель до визита Ангелы Меркель в США. И первой встречи ее с Трампом. Так что, похоже, эти переговоры были еще и сверкой позицией. И, можно предположить, диалог, начатый в Киеве, продолжится в Вашингтоне и Москве. Чего ожидать от этих переговоров? И как в украинской власти оценивают визиты трех министров, мы обсудим с Константином Елисеевым, замглавой администрации президента и фактически куратором украинской внешней политики. Константин Петрович, я вас приветствую. Скажите, как вы оцениваете визиты в Киев министров иностранных дел Британии, Польши и Германии? Это не были случайно встречи, просто ради встречи. Спасибо за вопрос. По-перше, это были визиты наших друзей и партнеров, которые щиро прагнуть нам в противодействии российской агрессии и в проведении необходимых реформ. По-друге, мы действительно обговорили конкретные вопросы, в какой способ эти страны могут помогать нам врушить с нуля точки питания, которые связаны с режимом прекращения огня и, в частности, примушения России выполнять свою частину мінских договоренностей. Дуже важно, что это министры стран, которые имеют влияние в среду ЕС на позицию, в частности, санкционного режима и так далее. Поэтому мы очень приветствуем такие визиты и, в частности, обговорили и двусторонние отношения, в частности, было договорено о том, что уже в первой половине этого года наш президент сделает визит до Лондона, где он, я надеюсь, открыть широкомасштабную конференцию по Украине, которая будет присвящена успехам Украины в проведении реформ. Министр иностранных дел Польши говорил в Киеве, что и нормандские, и минские форматы принесли немного положительных изменений. И якобы возможен новый формат, расширенный формат переговоров. Что это за формат? И готова ли к нему Украина? Интересное вопрос, но я хотел бы отметить, что перед тем, как предлагать другие форматы, мы должны подумать, что другой формат может привнести в процесс регулирования. Адже, давайте не забывайте, что такое Минск? Минск – это план восстановления суверенитета и территориальной ценности Украины. Минск – это гарантия того, что обеспечивается действие санкций международной спиной против России. И Минск – это так же план того, как у политика дипломатичный способ регулировать ситуацию на Донбассе. Поэтому я хотел бы сказать, что на сегодня для нас важливы не форматы и не участники моих будущих форматов, а все-таки суть и зміст. На жаль, пока по суті никто ничего нового нам не пропонует. Но мы продолжим работать. Я думаю, что ближчим часом будут важливые сигнали с боку Вашингтона. Что до более активного залучения до процесса имплемендации Минских договоренностей. Но все-таки такие пропозиции мы рассматриваем как поддержка с боку наших партнеров. Как за непокое тем, что сейчас происходит на Донбассе. Как щире прагнение нам помогать. Поэтому мы будем работать дальше с нашими партнерами. И за поддержкой, я думаю, мы дадим новый поштовх процессу регулирования на Донбассе. Хорошо. А если говорить о Донбассе, то возможно ли новые санкции против тех, кто причастен к захвату украинских предприятий на оккупированной территории? Вот если боевики все-таки заберут там украинские заводы, как на это отреагируют в этом все в Евросоюзе, в США? Это очень важное вопрос. Во-первых, я хотел бы наголосить на то, что идет действительно про захопление, я бы даже сказал, про рейдерство с боку российской стороны, российских боевиков. Конечно, это рейдерство ни одного из цивилизованных стран страны не признается. И мы уже на сегодня имеем четкую позицию и страны, и США, и США про невизнание. Это первый этап. Другой этап – это проведение точных санкций против тех, кто властников и тех компаний, в том числе и российских, которые могут в перспективе стать властниками украинских предприятий. И, по-третьему, будут созданы такие условия, что эти предприятия фактически не смогут работать, как наследие будет безработица, и они перейдут за небо. Поэтому я хотел бы, чтобы эти российские прихильники и российские боевики сто раз подумали перед тем, как совершить этот абсолютно незрозумимый и абсолютно неконструктивный крок. Я считаю, что наша позиция достаточно мощная. Мы имеем потужную поддержку с боку международной общины. Я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы все-таки это злодеянин, я бы сказал так, этот злочин, не был сделан. Понятно. Спасибо. На мои вопросы отвечал Константин Елисеев, замглавы администрации президента Украины и один из кураторов украинской внешней политики. Продолжение следует...